Гости на модном! Мы приехали в год своего десятилетия. Мы приезжаем с двумя концертными программами. У нас два концерта в ДК имени Горького. И мне очень бы хотелось, чтобы эти концерты раскрыли тех ребят, с которыми я выхожу вместе на сцену уже долгое время, с той стороны, с которой ее питерская публика не знает. Потому что все уже прекрасно знают, что «Тенера XXI века» — это классический проект оперных артистов, сталистов московских оперных театров. Всех. И Большого, и Станиславского, и «Новой оперы», и «Геликона». И складывается впечатление, что опять собрались люди вместе попеть оперные арии. В конце, скажу это ужасное слово, среди певцов оно. В конце каждого произведения запузырить свой си-бемоль. Остаться довольным. Просто иногда они понимают, как тот или иной артист умеет перевоплощаться и петь совершенно разный репертуар. Вот здесь, в Питере, несколько лет назад мы показали программу латиноамериканского танго, испанской песни, которая называлась «Passion, страсть». Это было, по-моему, в консерватории, в зале консерватории. А в ДК Горького первая программа, одна из наших самых любимых, это «Золотые шлягеры любви». Современные итальянские песни, то есть песни второй половины XX века и песни, специально написанные для нашего проекта современными итальянскими композиторами. И второе отделение – это наша давняя любовь, лирические песни советского времени, такие как «Лебединая верность», «Любимые глаза», «Королева красоты» и так далее. Это первый концерт, а второй – это наша самая любимая программа, потому что здесь происходит вообще взрыв мозга у всех, потому что это детские песни, песни для детей и взрослых из любимых фильмов и мультфильмов для нашего детства. То есть аудитория для этих концертов совершенно разная. Это семейный просмотр, в котором взрослые вспомнят свое детство, а дети наконец-то, наверное, узнают, какие песни пелись во время детства их родителей. А песни действительно замечательные. Более того, как это оказалось, они очень трудные с вокальной точки зрения. Наверное, оперным исполнителям вдвойне сложнее. Ну да, но вот эта непосредственность, с которой многие поют этот репертуар, она все-таки нас, наверное, отличает, потому что мы это просто очень любим. И мы тратим свое время дополнительно к тому, что мы все заняты в театрах, именно для того, чтобы получать от этого радость. Иначе бы это не имело никакого смысла. Это мы только говорим в каждом интервью на вопрос, что вас привело в наш город, и мы отвечаем, деньги. Но на самом деле деньги – это прекрасно, но если бы мы не получали радости от того, что мы делаем, нам быть совершенно не нужно было. Что ж, я предлагаю скорее уже послушать одну из композиций в исполнении теноров XXI века. Прежде напомню наши координаты для слушателей. FM-волна 95,2 в Выборге и на трассе Скандинавия. Также вы можете понаблюдать за нашей беседой. Это сайт модноярадио.ру, где ведется прямая видеотрансляция. Свои вопросы оставляйте на смс-портале 4647, начинайте со слова «Модная кирильца». Мы же сейчас послушаем композицию под названием «Весь мир у нас в руках». Весь мир у нас в руках, мы звезды континента, разбили пух и прах проклятишь конкурентов. Мы к вам заехали на час, привет, hello! А ну, скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развести. Лучше по-хорошему, хлопайте, благослови ты. Едва расстроим рот, как все от счастья платят. Не знаем нагрев, не может быть иначе. Лучше по-хорошему, хлопайте в ладоши ты. Погиблица пошет, повсюду обеспечен, И золото тишет, рекой нам навстречу. Мы к вам заехали на час, привет, конжурген. А ну, скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развести. Лучше по-хорошему, хлопайте в ладоши. Новая реклама Стойко и гордо, сильно и смело. Несмотря на преграды, двигаться к цели. Это Югра. Это ваша победа. Банк Югра. Вклад Победа. Ставка до 10,60% в рублях. Подробности на Югра.ру. Срок открытия вклада до 1 июля 2016 года. ПАО Банк Югра. Алло, дорогая? Да, все хорошо. Таможню прошел. Скоро буду. Эх, роуминг. Опять все деньги съела. Айва Мобайл. Тариф Финляндия. Входящие в Финляндии на ваш питерский номер 0 рублей без абонентской платы. Безлимитный интернет по выгодным ценам. С сим-картой Айва Мобайл. За границей. Как дома. Приобретайте сим-карту в офисах Альфа Страхования и в туристической компании Арт Выборг Тревел. Заказать доставку сим-карты можно на сайте aivadefismobile.fi. Подробнее 8 800 555 91 11. Весной в Санкт-Петербург приходит уникальный праздник. Праздник Корюшки. Ленэкспо 14 и 15 мая. Праздник Корюшки. Отдых всей семьей и с друзьями. Веселый праздник в компании с популярными артистами и любителями рыбалки. Праздник Корюшки. Это знаменитая уха из тысячелитрового котла. Неповторимый вкус свежей и жареной питерской рыбки. Ленэкспо 14 и 15 мая с 11 утра до 8 вечера. Корюшки. Хватит всем. Без возрастных ограничений. Высшее образование за полтора года. Дистанционно. Это реально. Национальный открытый институт Санкт-Петербург. Стоимость фиксируется в момент поступления и не меняется. Оплата 3,5 тысяч рублей в месяц. Учиться можно в любое время. Без отрыва от работы. Ноиронлайн.ру Телефон рекламного отдела 309-57-75. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Гости на модном. Самое время поговорить. Друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях руководитель и продюсер арт-проекта «Тенора XXI века» директор Московского театра «Новой оперы» Дмитрий Сибирцев. И уже мы послушали одну из песен, которая войдет в программу двухдневных концертов 15 и 16 числа. Песня называлась «Весь мир у нас в руках». Вот хочется немножко еще тогда поподробнее про вот эту программу. Мы еще бы порадовали, потому что именно с этой песней возникла идея создать целую программу детских песен. Так сложилось, что лет шесть назад были торжества в Москве по случаю Дня защиты детей. И нас попросили что-нибудь спеть к этому событию. И единственное, что у нас было, что каким-то образом удовлетворяло нашим возможностям, нашему вкусу, это вот несколько минусовок из бременских музыкантов. Причем сделанных совершенно в ином стиле, может быть даже где-то немножко чуждом нам. Но мы за два дня работы в студии все это записали. А так сложилось, что на этих концертах нам пришлось работать в такой смешанном варианте. То есть только солирующий человек пел живьем, а все, что было записано тбэками, оно шло под плюс. Хотя мы этим не увлекаемся сильно. Поэтому вот была в студии большая работа. И мы спели подряд три концерта вот таких с этими песнями. Нам понравилось. И отложив на год, на два идею создать программу детских песен, мы в конце концов ее сделали уже в измененном составе нашим теноровым. И показали ее вначале в камерном зале Московского дома музыки, потом еще в нескольких залах. Ну и вот в этом году доросли до Большого Светлановского зала. И более того, привлекли к участию в этой программе замечательных ребят, музыкантов, живую банду, как мы называем. То есть это бас-гитариста Миша Хохлова, знаменитого Ростика Шараевского, который еще ребенком всех покорял своими совершенно фантастическими, вундеркинскими возможностями, как ударник. И прекрасный пианист Максим Бирюков. И я тоже сажусь в этой программе за рояль. И два рояля и два инструмента. И мы вот в таком виде аккомпанируем эту программу солистом. На мой взгляд, звучит это очень интересно, мило, свежо, а публике весело, потому что так, как и певцам... Когда музыкантам весело. Да, разрешается делать все на сцене, а зрителям разрешается делать все абсолютно в зале. Поэтому дети, они могут танцевать, они могут подпевать, они нам совершенно не мешают. А взрослые, по-моему, очень многие действительно умиляются и вспоминают, как это было тогда. Потому что мы, несмотря на то, что мы поем это своими теми голосами, которые у нас сейчас есть, мы, наверное, это поем с тем отношением, которое у нас было, когда мы сами были маленькими. То есть можно немножко похулиганить, да? Расслабиться. Конечно, конечно. А скажите, а вот в эти два дня, в два концерта, будут одни и те же составы или они будут меняться? Ну, на первый концерт мы приедем чуть-чуть в усеченном составе, потому что два наших солиста, Максим Пастер и Станислав Мостовой. Кстати, Стасик, он родился и вырос в Санкт-Петербурге. Да, мы его подхватили только тогда, когда он уже перешел в труппу Большого театра. Вот они оба поют спектакли. Стас поет последнее представление оперы «Беления Самнамбула» в Большом театре. После этого эту оперу снимают с репертуара по контракту. Больше нельзя прокатывать дальше. И Максим поет спектакль в театре «Геликон опера» как приглашенный солист. Они приезжают только на программу «Нормальные герои» или «Детская», как мы ее тоже называем. И на втором концерте у нас уже будет семь поющих лиц, так скажем. Хочется еще немножко поподробнее вообще про программу поговорить. Не конкретно про, которую мы ожидаем 15-16 числа, а вообще в принципе. Вот как вы подбираете репертуар? У вас всегда есть какая-то тема заданная, да? И под нее вы уже подбираете. Ну, безусловно, потому что... Может быть, приурочено еще к чему-то. Да, была программа памяти Лючана Повороти. Это уже более серьезная такая. Программа из... Потом совершенно неожиданный поворот для нас. Совместно с замечательным московским оркестром, симфоническим оркестром «Русская филармония» мы сделали программу песен Арно Бабаджаняна. Потом так сложилось, что ушел из жизни Мусли Магомаев. Эта программа стала посвящена сразу двум музыкантам, и Магомаеву, и Бабаджаняну. Мы не можем не уделять время оперете, потому что классическая оперета – это такой хлеб для человека, обладающего хорошим голосом, и, конечно же, такая программа поется. Русские народные песни, украинские народные песни, любые лирические... Вот это советская эстрада того времени, когда ее надо было петь, обладая настоящими голосами. То есть это Мартынов, это Фрэнкель, это Александра Николаевна Пахмутова. Вот эти композиторы составляют основу программы. Есть еще программа лирических песен 50-х годов. Это Дунаевские песни из репертуара Виноградова-Лещенко, Золотой век советского, латиноамериканский. То есть переселять можно. Две тысячи произведений. Мы сейчас готовим к выпуску очень большой, серьезный буклет. Даже не буклет, это можно сказать, что это будет такое серьезное глянцевое издание, где мы собрали всю нашу географию гастролей, все произведения, которые кто-либо когда исполнял в проекте. Потому что, слава богу, что это мне когда-то пришло в голову, с первого же концерта начинать вести вот такой подсчет и смотреть, оказалось, что, например, песню «Луна», знаменитую песню, которую так любит Петя Александра Софина, и которая за ним вроде бы закрепилась, вот ее, оказывается, у нас уже спело три человека разных в разное время. И вот за этим очень интересно последить, и публика, которая получит это издание на нашем юбилейном концерте, она увидит вот всю историю нашего проекта. А будет ли зафиксирована эта история не только в буклете, а, скажем, альбом какой-то? Уже было выпущено несколько альбомов, то есть «Золотой век советского танго» выпущен, причем это та работа, за которую мне и как музыканту, в общем-то, не стыдно. Мы ее записали совместно с потрясающим коллективом Emotion Orchestra и Юрием Медяником, нашим большим другом, человеком, который играет сразу на нескольких музыкальных инструментах, на баяне, бандонионе, скрипке. Вот эта программа потом вышла DVD с наших концертов в Вене в 2009 году, это были наши серьезные такие гастроли, три концерта в Штатхале, был снят целый фильм про эти концерты. Несколько живых альбомов, живых концертов, потом у каждого солиста почти есть свой сольный альбом, у Александра Захарова это русские песни, Максим Пастер – песни знаменитого итальянского композитора Франческо Павло Тости, Александр Богданов – оперные арии, Михаил Русов – неаполитанские песни. То есть вот что-то уже есть, но детскую Бабаджаняна готовим к выпуску, посмотрим, как это дальше пойдет. А вот что касается авторского материала, есть ли какие-то попытки, возможно, написать что-то конкретно под ваш арт-проект? Или уже что-то есть? Сами мы, естественно, не пишем, потому что иначе получится, как «я поэт, зовусь, не знай-ка», это никому не нужно. А вот нашим проектом заинтересовался композитор Элио Неви итальянский и в содружестве со своим другом-поэтом Фабио Аманти уже написал 12 песен, которые должны быть, наверное, записаны и изданы, ну, я все время говорю, вот в этом году. Сколько лет вы говорите? Я говорю, это уже сейчас третий год, но просто складывается так, что наши гастрольные планы все время нам немножко мешают сесть в студию и выучить тот материал, который для нас является незнакомым. Потому что, конечно, легко выучить песню «Вернись, Соренто», потому что она уже с детства на слуху, осталось только слова вспомнить. А когда мелодия песни абсолютно новая, она неизвестная, конечно, это достаточно непросто. Тем более эти песни, они написаны вот в таком смешанном жанре эстрады и классики, то есть ее надо петь в эстрадной манере, но абсолютно оперными голосами. И к этому тоже пристройка идет достаточно непростая. Ну, будем надеяться, что вот в этом году наконец-то все совершится. Все-таки 10 лет, я думаю, это должно наложить какой-то отпечаток. Хочется еще вернуться к программе. И я так понимаю, что, в принципе, в любой программе, которую вы делаете, которую вы привозите, есть какие-то такие песни, которые очень ждут слушатели. «Вечная любовь» — это как раз одна из тех песен. Вот расскажите, как проходила работа над этой песней? Вы поете ее на русском или на французском? Мы ее поем, знаете, всякое. А история была очень забавная. Я, конечно, эту песню очень сам всегда любил, потому что один из моих любимых фильмов — это «Тегеран 43» и «Шарль Азнавур» — один из самых любимых артистов, певцов, шансонье. Но история интересная, потому что нас пригласили, по-моему, это было в 2007 году, только буквально там через год после образования проекта, нас пригласили принять участие в торжественной церемонии открытия Московского кинофестиваля. И так как эта церемония была посвящена китайскому кино, и вся она была как-то обрамлена такими китайскими красками, логично было, что мы поем арию из оперы Пучини, Турандот, арию Калаф — это наш хлеб, это то, что мы умеем и делаем, наверное, достаточно хорошо. Даже тогда, на заре существования проекта. Это уже в крови, в общем-то. Да, это в крови. Каждый вышел и занимался своим делом. Вот. Наверное, может быть, на Никиту Сергеевича Михалкова, может быть, на режиссеров этого действия это исполнение произвело какое-то определенное впечатление. А время, дело было в июне, все находились уже в отпуске, вернее, когда фестиваль открывался, все только уходили в отпуск, и на следующий день мы все разлетелись по своим каким-то местам отдыха. Ну, тогда в основном это были либо дачи, я отдыхал вообще в Самаре на пляже, на Волжском, и за через шесть дней звонок. А вы вечную любовь поете? Помню, звонил, по-моему, Алеша Агранович, замечательный режиссер и редактор, артист. Я говорю, Леш, а я такой был закон, никогда не говори нет. Да, поем, конечно, а когда надо. А там уж и разберешься. Да, да, поем, конечно, а когда надо. А завтра закрытие кинофестиваля. И вот тут, честно говоря, меня прибило по полной программе. Я позвонил еще одному нашему солисту, Максиму Пастеру, и сказал, Максим, давай собирать всех, кто может. Завтра поем вечером вечную любовь в киноконцертном зале России. Еще нужно всех собрать. Да, мы собрали всех, не рискнули спеть одни, взяли с собой певицу, и чтобы, тем более, эта певица, которая учила французский язык, и мы решили так, что оказалось, что закрытие было посвящено уже французскому кино, и в зале сидел Жерарда Парди, его должны были награждать какой-то очередной наградой. Он же не знал, что потом у него так будет их много от России. И она пела по-французски, а мы успели, все, что успели выучить по-русски, а было это так. Я прилетел ранним рейсом из Самары, кто-то прилетел еще из другого города, и в 9 утра мы протрубили сбор, и до 4 часов дня просто заучивали эту песню, раскладывали ее хотя бы на какие-то там голоса, и в 7 часов уже вышли, и в прямом эфире по первому общероссийскому каналу спели, как смогли, так спели, но это было достаточно прилично, и потом эту уже песню нельзя было удалить из нашего репертуара, и возникло несколько версий целиком на французском, целиком на русском, на юбилее Аллы Баяновой, которая олицетворяла собой и русское, и французское мы спели пополам, то есть было очень много каких-то разных версий с девушкой, без девушки, один Максим Пастер поет с Долиной, мы поемся вместе с Гверцетери, с какими-то классическими певицами, либо вообще одни, в конце концов дошли до того, что иногда поет просто один человек как свою сольную песню. Ну вот так было, но удивительно, что до поры до времени не существовало ни одного студийного варианта записи этой песни, потому что мы не приходили, всегда пели только на концертах. Но в конце концов решили все-таки хотя бы в каком-то составе, пока еще от нас не уехал Сережа Писарев в Лейпциг, записать эту песню все вместе в студии. Вот пару лет назад это случилось. Ну, я предлагаю скорее послушать уже песню, которая прошла действительно боевое крещение, песню с историей в исполнении цинорова 21 века «Вечная любовь» на «Модном радио». Вечная любовь, верны мы пылье, «Вечная любовь, верны мы пылье» «Вечная любовь» «Вечная любовь» «Вечная любовь» «Вечная любовь» «Вечная любовь» «И дам я клянует» «Вечная любовь» «Ты сильной бы должна» Где пусть один сквозь окридет она, Минуя брак и туман, туман окна. Вечная любовь верны мы были ей, Но время зло для памяти моей. Чем больше дней, уже рано мне. Все слова любви, безумный крик сердец, Слова тревог и слезы, наконец, приют для всех. Уже прожит и худе. Золька расцветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, Но живет потом и все вернет. Блаженный летний зной, Извечный летний зной. Вечная любовь живу, чтобы любить до слепоты И до последних дней одна мечты, Жить любя одну, одну тебя навсегда. ГОСТИ НА МОДНОМ Друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях художественный Руководитель и продюсер арт-проекта тенора 21 века Дмитрий Сибирцев. Хочется еще немножко поговорить о вашем коллективе, собственно говоря. Как же вам удается совмещать репетиции, Учитывая, что все заняты в каких-то других постановках, оперных театрах? Это же целая проблема, целая эпопея, Вот как было с вечной любовью. Ну, это проблема для людей ленивых и считающихся, что жизнь у них удалась. Потому что, мне кажется, что ни один человек, Если он, конечно, не сделал такую оперную карьеру, Как ее делали по вороте Доминго, Митрепко, Хворостовский, Ну, и там можно перечислять два десятка исполнителей в последние годы, Йонас Кауфман, например, то эти люди, конечно, Могут целиком и полностью занимать себя работой в театре, Потому что они не успевают отдыхать, А им приходится петь новую постановку, новую партию и так далее. У нас в репертуарном театре, в российском, немножко все иначе. Ты в течение сезона поешь конкретный репертуар, Это три-четыре, может быть, пять партий. Естественно, это удовольствие, оно такое сиюминутное, Это очень тяжелая работа. И если хочется каких-то творческих достижений, Немножко других, их надо для себя искать. Кто-то поет романсовые программы, Кто-то уходит совершенно в иные жанры. Вот мы попытались, назвав себя достаточно громко, Помпезно, тенора 21 века. Мы решили всем доказать, что мы коллектив, Вернее, мы проект, в котором собраны люди, Умеющие петь любую абсолютно музыку. И более того, получать от этого очень большое удовольствие. И мне кажется, что у нас это получается, Невзирая ни на какие сложности, Невзирая на то, что действительно бывает так, Что человек сидит на постановке И в очень уставшем состоянии приходит на какие-то репетиции. Но мы гибко подходим к этому, Потому что в проекте 9 человек, И все мы вместе собираемся только Ну, максимум раз 10 в году На какие-то самые знаковые концерты, Которые мы уже заранее себе определяем, И тогда никто никуда не идет. Все работают только у нас. А так обязательно кто-то поет свои спектакли, Кто-то иногда вообще на месяц, на полтора Уезжает на постановку за рубеж. И это нам не мешает. Основную часть концертов Мы проводим составом 4-6 солистов. Более того, просто нагрузка немножко увеличивается на каждого, Потому что в основном это ведь песни сольные. Это мы здесь с вами в эфире Пытаемся показать, Как мы можем петь все вместе. Но чтобы нас не путали, И более того, Оскорбительно не называли словом хор. Ну, для солистов это просто достаточно Так всегда бывает болезненно. Все наши программы строятся по принципу Одна-две песни в начале, Одна-две песни в самом конце. Все вместе. А все остальное каждый поет сольный репертуар. Поэтому мы нашли такое название, Что мы действительно проект, В котором собраны певцы, Голос которого, В которых тембрально соответствует тема. 10 лет это уже действительно срок, Это уже заявка. Мы сами не заметили, То есть так все быстро проскочили. Да, вы помните, как отбирались исполнители для проекта? Ну, первый самый, как у нас говорят, золотой состав. Ну, не бывает золотого состава. Просто начали мы впятером. Это два солиста театра «Новая опера» Саша Богданов и Саша Скворко до сих пор работают в проекте. Это Максим Пастер, Большой театр, до сих пор работает в проекте. И Михаил Урусов, который полтора года назад уехал на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Но мы надеемся, что когда-нибудь он с нами опять будет выступать. И я. Вот нас было пятеро. Через год к нам пришел Эдик Семенов, Который превернулся из итальянских десятилетних странствий И очень удачно вошел в проект. Потом Саша Захар. Вот с Семером мы выступали несколько лет до десятого года. После того, как Эдик, к сожалению, ушел из жизни, нам пришлось задуматься о том, что надо кого-то брать. Взяли еще двух молодых солистов. Жору Фараджеву из театра «Новая опера» и совсем юного Сергея Писарева, Который до этого стал победителем одного из телевизионных проектов. Причем проект, по-моему, назывался «Русские теноры» в Лос-Анджелесе. И в этом составе работали долго. Сейчас Сергей уехал по контракту работать на сезон в Германию. Мы взяли еще одного солиста. Вот принцип, получая удовольствие от исполнения любой музыки, будь надежным товарищем, хорошим другом, партнером на сцене. А это очень важно, потому что каждый певец может в любой момент заменить другого, если что-то случилось в турах, это особенно ценно ощутимо. Потому что очень часто кто-то заболевает. А присутствие на сцене его обязательно. Тогда мы меняемся. Более тяжелые куски песни поет тот, кто сейчас находится в форме, кто здоров. А этот идет, как мы называем, по санитарной нижней кромке. Но все равно выходит на сцену. Всю нагрузку мы стараемся нести все вместе. Самое тяжелое – это, конечно, то, что очень много дорог, очень много перелетов, переездов. Экономя свое время, чтобы успевать еще много работать в театре, мы порой все-таки приезжаем на концерты непосредственно в день концерта. Это, конечно, очень непросто. Но я считаю, что в проекте собраны настолько профессиональные люди, которые способны выдерживать такие бешеные совершенно нагрузки. Опять же, я заостряю всегда внимание, что по каким-то причинам каждый из нас не делал, не сделал и, наверное, уже никогда не сделает вот такой феерической именно оперной карьеры, как вот Доминго Поворотик, Арерас, Кауфман, Велозон, Аланье. Не сделаем. Но занимать свое достойное место и в оперной нише, и еще уметь то, на что никто из этих людей не обратит никогда внимания, вот я считаю, это наша первостепенная задача. Зато все-таки у вас есть смелость действительно прикоснуться и к другому пласту музыки. И, в общем-то, это действительно, подчеркну смелость, когда вы можете петь то, что вам нравится, то, что является для вас какой-то отдушиной, и, собственно, получается, что музыкальный мир совершенно безграничен. Ну, абсолютно. Те, кто придет 16-го числа в понедельник вечером у ДК Горького, услышат, например, песню «Розовый слон» или песню «Рыба пилы» из «Голубого щенка», услышат совершенно в каком-то потрясающем, на мой взгляд, исполнении, потому что это действительно очень здорово. Я ведь к музыке сам отношусь эмоционально, и если бы это было плохо, то мне, наверное, за это было бы стыдно, именно как музыканту, а не как продюсеру, который вот давай-давай-давай впихнул все что угодно, главное, чтобы народ это все впитывал и ел. Нет, этого нет. Я думаю, что грань дозволенного всегда остается, и если мы даже хулиганим на сцене, мы это делаем. Вот, в частности, кстати говоря, вспоминаю я историю здесь, двугодичной давности, когда мы исполнили пародию на одну очень известную русскую, ну, там, российскую, советскую песню, вот, спев ее на итальянском языке и рассказав душещипательную историю, как мы эту песню нашли в итальянских библиотеках. Вот, и ни один человек в зале не понял, что это переделка шлягера русского шансона. Вот, ни один человек этого не понял в зале, потому что аплодисменты были по факту финала этой песни именно вот такие просто за то, что ребята очень хорошо спели какую-то песню, которая нам понравилась, а не за то, что они, в общем-то, а мы просто стояли и глумились. Вот, так было, но, я говорю, самое главное, это вот то удовольствие, которое мы получаем, и я надеюсь, что оно идет к зрителям. — Что ж, Дмитрий, наше время, к сожалению, уже подходит к концу. Я хочу пожелать вам, конечно же, успехов, чтобы ваш альбом уже в этом году все-таки был записан. «Десять лет Теноран XXI века» — это, действительно, большой срок, и, собственно, большое уважение, что, действительно, у нас в стране есть такой проект, и, конечно, хочется пожелать дальнейшего развития, и пускай программы только пополняются новыми-новыми композициями. Спасибо, что пришли. Модная реклама. Модная реклама. Стойко и гордо. Сильно и смело. Несмотря на преграды. Двигаться к цели. Это Югра. Это ваша победа. Банк Югра. Вклад Победа. Ставка до 10,60% в рублях. Подробности на Югра.ру. Срок открытия вклада до 1 июля 2016 года. ПАО Банк Югра. Алло, дорогая. Да, все хорошо. Таможню прошел. Скоро буду. Эх, роуминг. Опять все деньги съела. Айва Мобайл. Тариф Финляндия. Входящий в Финляндии на ваш питерский номер 0 рублей без абонентской платы. Безлимитный интернет по выгодным ценам. С сим-картой Айва Мобайл за границей, как дома. Приобретайте сим-карту в офисах Альфа Страхования и в туристической компании Art Выборг Тревел. Заказать доставку сим-карты можно на сайте aivadefismobile.fi. Подробнее 8 800 555 91 11. Весной в Санкт-Петербург приходит уникальный праздник. Праздник корюшки. Ленэкспо 14 и 15 мая. Праздник корюшки. Отдых всей семьей и с друзьями. Веселый праздник в компании с популярными артистами и любителями рыбалки. Праздник корюшки это знаменитая уха из 1000 литрового котла. Неповторимый вкус свежей и жареной питерской рыбки. Ленэкспо 14 и 15 мая с 11 утра до 8 вечера. Корюшки хватит всем. Без возрастных ограничений. Высшее образование за полтора года. Дистанционно. Это реально. Национальный открытый институт Санкт-Петербург. Стоимость фиксируется в момент поступления и не меняется. Оплата 3,5 тысяч рублей в месяц. Учиться можно в любое время. Без отрыва от работы. Noironline.ru Телефон рекламного отдела 309 57 75. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова